Ответы на некоторые вопросы жители Краевска-Армянского могли получить еще перед началом встречи благодаря работе мобильной приемной администрации Сочи. Здесь были руководители всех управлений и департаментов, так что была возможность обратиться к ним напрямую. Одна из тем – работа общественного транспорта. Вице-мэр Галина Москалева дала поручение руководству Департамента транспорта и дорожного хозяйства найти возможность увеличить количество рейсов муниципального автобуса в село. Но говорили и о том, что уже сделано. Были пожеланиям установить на сайт НОВА детскую площадку, спортивную площадку, починить футбольное поле, памятник погибшим в Великую Отечественную войну. Народ доволен, что работа в селе проходит. Памятник односельчанам-фронтовикам восстановили. И 9 мая там прошел праздник в честь Дня Победы. Памятник еще был возведен в 1967 году. С тех пор, конечно, за памятником так никто не ухаживал. И памятник был частично разрушен. Центр детского туризма взял памятник под свое шество. И мы вместе с жителями села Краевско-Армянское добились того, что памятник в этом году был отреставрирован. На новую площадку с безопасным покрытием для игр, занятием, спортом приходят с семьями. Скоро эта территория станет настоящим спортивным игровым комплексом. Это было местом игр для детей всегда. Даже когда здесь не было ни детской площадки, ни ворот для футбола, они всегда здесь играли. Это всегда было футбольным полем и местом для развлечения. А теперь, отныне, это все стало современно. Я вообще искренне рад тому, что эта площадка у нас появилась. Есть возможность провести прекрасное время с семьей. На этой площадке могут находиться как взрослые, так и дети, что меня очень радует. В дальнейшем по левое плечо у меня планируется пинг-пинг-стол. Мы нашими товарищами села очень это дело любим. Среди задач на будущее. Ремонт дорог в селе, дополнительное освещение улиц, словом, дальнейшее благоустройство Краевско-Армянского.